Прошедшая неделя в историю поселка Диулина надолго войдет, как самое тревожное. Следить за картой пожаров, за направлением и силой ветра, с надеждой вглядываться за горизонт, где клубы дыма валят, не останавливаясь, не спать. Такое выпало испытание. Воскресенье стало пиком напряжения. Утром собрание, в обед объявление об эвакуации. Однако покидать собственные дома местные жители не стали. Хотели эвакуацию провести, но никто местным не вышел, не ехать. Вот мы сейчас наконец в деревню едем, мы опять ждем, будет эвакуация, повезем, не будет, будем стоять дежурить. Я здесь родилась, и отсюда куда не уеду. Нам страшно уже, дочка, который день, просто не пером описать и не сказку сказать. Это вот все родное, если вы можете понять мне, это все родное. Вообще не собираюсь пока, думаю, надеюсь, что отстоят наши деревни. А близко ли огонь по последним данным? Близко, по последним данным местам. Угу. Вот, да, наверное, сказали верхний друг, пока не просили. Надеюсь, что отстоят, не верят ниже, потому что было уже случайно, не хочется. А страшно вам? Ну, а что страшно? Женщина. Это только моей бабушке страшно. Страшно на самом деле всем, за свои дома, в каждый из которых вложено столько сил и любви, за родные места, за Мещерский лес, за свою деревню. Но настроение все-таки больше оптимистичное. Говорят, столько техники в 2010-м и рядом не было. Да и спасатели, пожарные, все работают на совесть, за что местные не устают их благодарить. В 2010-м году очень безалаперно, а сейчас, конечно, это сравнение. Поселок Лесхим самый близкий к Диулина. Эвакуировать все же пришлось. Слишком близко подошел огонь к берегу Пры и нависла угроза перехода его на этот берег. В Диулина же эвакуацию отменили в тот же день. Огнеборцам удалось сбить огонь на подступе к населенному пункту. Но это пока не означает, что опасность миновала совсем. Павел Молков, штаб практически не покидает. Работа по тушению пожара продолжается. Ситуация остается напряженной. По итогам подтверждаем, что есть высокая опасность для населенного пункта Ольгина, откуда произведена эвакуация жителей. Также достаточно высокая опасность для населенного пункта Голованова. Принято решение эвакуировать оттуда жителей. По остальным населенным пунктам сейчас опасности нет. Огнеборцы продолжают бороться. По нашим данным, в Ольгина остались те, кто тоже отказался эвакуироваться. Люди хотят отстоять свои дома перед стихией. Пепел падает на машины в Рябиновке Клепиковского района. Смог закрывает небо в Москве. Остается пока только верить и ждать, что стихию удачно повернут спять, и опасность останется позади. Марина Романюк, телекомпания «Город».